Третья команда! 16 июня на территории отдела специального назначения «Рысь» у ФСИН России по Тверской области прошла игра «Зарница». Участники – дети сотрудников уголовно-исполнительной системы. Семь команд по десять человек. Состязания в двух возрастных группах. Представлена не только Тверь, но и исправительное учреждение области Бежицк, Кашин, Ржев, Вышний Волочок. Мы команда из сердцов! Партики всем на слов! Отделение «Альфа» ВКУ ВК-10 в УФСИН России по Тверской области выступление готово. Докладывал командир отделения Александров Олег. Игра «Зарница» – это не только спорт и строевая подготовка. Это еще творческие конкурсы и история нашей страны. Не случайно в приветствии каждой команды дети говорили о своих дедах и прадедах, участников Великой Отечественной, награжданке, посвятивших себя службе в уголовно-исполнительной системе. А еще вспоминали юных героев Великой Отечественной войны. Юная пионерка Сина Портнова. Залучи нам не стало. Герой Советского Союза, юный пионер Саша Чекалев. Разведчик был захвачен немцами, ответным пытками и убили. Помимо спортивной подготовки, которая у нас входит в программу ГТО, у нас еще, ко всему прочему, заявлены творческие конкурсы. То есть ребята в течение нескольких месяцев готовились. Готовились к творческим конкурсам. Не только песни, пляски, они еще и сумели записать и смонтировать небольшие видеоролики, которые нам сегодня продемонстрировали. Ну то есть подготовка очень серьезная, плодотворная. Практически все исправительные учреждения области откликнулись на приглашение принять участие в игре. Зорница дала возможность каждому школьнику проявить себя. Мне в этих играх нравится участвовать в таком конкурсе. Этот конкурс театральный. Я как бы театрал. В спортивной программе соревнований подтягивания, отжимания, бег на 60 метров и наклоны. Все это школьники России сдают по нормативам ГТО. Сергей Николаевич, долго собиралась команда? Команда собиралась недолго. Были активные участники, очень, скажем так, позитивная очень команда. К сожалению, удалось не собрать всех, потому что кто-то уехал к бабушке, кто-то уехал на годах. Конек вашей команды какой? Желание и быть победителем. Игра воспитывает и закаляет. Школьникам всегда интересно испытать себя. Тем более в такой дружественно-позитивной обстановке. С учетом тех нормативов, которые ребята у нас сегодня показывают по спортивной подготовке, ну что там греха-то, и девчонки 15 раз отжимаются. Не каждый молодой человек может такой себе позволить. Я уж молчу про подтягивания, ну и про бег. Очень надеюсь, что ребята вольются в наши ряды, выберут нашу профессию. Победа будет за нами. Зорница поддержала именитое общество «Динамо», отметившее в этом году свой вековой юбилей. Учитывая, что «Динамо» у нас объединяет не только УФСИН, а у нас 9 коллективов физической культуры в динамовской семье, здесь вот это мероприятие, по крайней мере, мы УФСИН, который проводят с такой организацией, с таком количестве детей, только впервые. Понятно. Есть на что равняться? Есть на что равняться, да. Другим нашим доблестным коллективам физической культуры. По итогам соревнований в тройку лидеров попали команды ИК-5, ИК-1 и ИК-10. Награды – кубки, дипломы, сладости. А общим подарком для всех участников стала настоящая полевая кухня и хороший заряд бодрости. Кстати, зорница в системе УИС уже стала традиционной.